Приветствовали, как и подобает украинским традициям, с караваем и рушнуком. Одесских триумфаторов Паралимпийских игр 2020 встретили перед ВИП-терминалом Одесского аэропорта. В частности, вернулись на родину три тренера и семь членов национальной сборной по пулевой стрельбе, причем четверо из них из Одесской области. Витаемо! 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 Спортсмены делятся своими эмоциями и чувствами, ведь вернулись они в Одессу уже с другим статусом. Теперь это участники, призеры и победители Паралимпийских игр 2020. Ну и конечно же флаг тот, который поднимается, он эмоций просто не передать и ничего ты не можешь сделать так, чтобы это все объяснить. Настолько это все эмоционально, что просто затаяет дыхание, не хватает его и поэтому там все непонятно и в тот же момент легко как-то. Обе эти медали для меня наиващие и каждый пострел на финале также с полной отдачей был. Я задоволена результатом, потому что это мои дебюты и, конечно же, когда я взяла медаль, это я очень рада. Любая победа – это ежедневный труд над собой и постоянная поддержка тренера. Андрей Дорошенко, серебряный призер, сознается. После проигрыша на предыдущих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро вовсе собирался бросить спорт. И если бы не его наставник, он бы не был сейчас обладателем серебряной медали. Напутственные слова тренера помогли Андрею и в Токио. Если ты в себя не веришь, я в тебя верю, а, как говорится, человеку с таким опытом, с такими достижениями можно поверить. Подготовить спортсмена так, чтобы не сомневаться в его победе. Вот с таким девизом проходили все пять лет тренировок Ирины Виноградовой – тренера по пулевой стрельбе к соревнованиям в Токио-2020. Суммарно ее воспитанники привезли шесть медалей, но, по ее словам, можно было показать еще лучший результат. А вы знаете, неожиданностей не было, потому что, в принципе, все эти медали были запланированы. Даже немножко было чуть-чуть больше запланировано. Я планировала минимально пять и максимально восемь. Получилось шесть. Ну, такое дело. Соревнования – это хорошая возможность для тренера увидеть слабые стороны выступления своего подопечного. Денис Мустафаев рассказывает, что лично для себя провел работу над ошибками и понял, что кроме ежедневных физических тренировок, нужно больше времени уделить психологической подготовке. Тренировки были действительно очень усиленные. Уже дальше, наверное, некуда усиленнее. Ну, здесь нужно работать над психологией, скорее всего, в таком плане. Потому что пулевая стрельба – это более психологичный вид спорта. Успехи наших паралимпийцев не должны закрывать глаза общественности и чиновников на условия подготовки призеров и чемпионов. Василий Ковальчук, бронзовый призер игр, рассказал, что в Одессе крайне не хватает профессионального тира. Если бы он был, результаты могли быть еще лучше. Его слова подтверждают также и родные спортсменов, которые, так же, как и паралимпийцы, каждый день сталкиваются с подобными проблемами. Все знают, да, какая наша база стрелков, да, это такой подвал затухлый, там, уже по телебачению на раз показывали. Ну, пока что все хотят только результатов, а, например, сделать какую-то базу, такие умовы, больше, лучше. Честно, не получается. Более того, нет также необходимой инфраструктуры и у легкоатлетов, которые зимой попросту не имеют возможности заниматься в нормальных условиях. Просто нет специальной арены. Пока конкуренты готовятся к будущим стартам, наши спортсмены ждут изменений к лучшему. И город, и страна в целом пока не очень приспособлены для жизни людей с ограниченными возможностями. У меня очень большое прохание до нашего руководства, чтобы хоть какие-то материальные обеспечения, я имею в виду, какой-то войлок на дорожку, чтобы было мягче, чтобы очень жесткая дорожка. Тумбы, которые есть на международном уровне, они не очень дорого стоят. Я уже отсылала своему начальнику, чтобы посмотрели, и мы имели хоть какие-то материальные условия. Даже призовые места на паралимпиаде в Токио – не повод останавливаться на достигнутом. Спортсменов ожидают несколько месяцев отдыха, а затем они снова вернутся в залы. Будем надеяться, что в новые модернизированные залы. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, Телеканал «Репортер».